МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый год в неволе. Футболисты Кокорин и Мамаев будут досиживать срок. Решение сегодня принял Мосгорсуд. Кубанские журналисты из первых уст узнали подробности другого громкого дела. Какие именно, смотрите выпуски. Ложная тревога. В крупном торгово-развлекательном центре Краснодара сработала пожарная сигнализация. Новый год в неволе. Футболисты Кокорин и Мамаев будут досиживать срок. Решение сегодня принял Мосгорсуд. Ранее защитники игроков, отличившихся в неспортивном поведении, подавали апелляционную жалобу, которую решено было оставить без удовлетворения. Как сообщают РИА Новости, краснодарский хаубэк отметил во время слушаний, что одному из потерпевших, водителю Виталию Славчуку, по собственной инициативе он выплатил 500 тысяч рублей компенсации. Его подельник Кокорин просил в ходе слушаний дать отпраздновать Новый год на воле и выпустить из изолятора. Как сообщил следователь прокуратуры, передать дело в суд для рассмотрения по существу планируется уже в январе. Сотрудники уголовного розыска городского главка раскрыли серию краж канализационных люков в Краснодаре. Подозреваемому 34 года признался в 11 кражах. Установлена причастность задержанного к совершению 11 хищений канализационных люков с улиц Янковского, Ковтюха, Чехова и поймы реки Кубани. Злоумышленник сбывал похищенные металлические изделия в пунктах приема металла. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 угона Кодекса Российской Федерации кража, санкции которой предусматривают максимальное наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Добавлю, кражам ливневых решеток и канализационных люков полиция Краснодара уделяет особое внимание. Всего с начала этого года возбуждено 36 уголовных дел. А теперь видео, которое вызвало немало споров о добре и равнодушии в соцсетях. Место событий Тимашевск. Пассажирки маршрутки номер 11 становятся плохо во время поездки. Женщине помогают покинуть салоны, укладывают на улицы, прямо на асфальт. Вот так. На холоде она будет ждать приезда скорой полчаса. А маршрутчик равнодушно уезжает. Все это сообщает автор этих кадров. Пользователи возмущены увиденным. Одни считают, что водитель маршрутки должен был отвезти пассажирку в больницу. Другие недоумевают, почему так долго ехала скорая. Кубанские журналисты из первых уст узнали подробности другого громкого дела, которое произошло в Успенском районе, когда лев на цирковом представлении напал на ребенка. Оно тоже продвигается и находится под личным контролем прокурора края, как и в целом вся досуговая отрасль. Марину под стражу только взяли. Изменили из домашнего ареста директору. Его взяли под стражу. С девочкой, по-моему, пока все в порядке. Но увечья, конечно, достали. Вообще, это тема такая, проведение досуговых мероприятий. Вот лето скоро начнется. Опять мы будем смотреть, насколько все твердо держится, закопано глубоко, натянуто крепко, насколько безопасно сегодня проведение каких-то аттракционов и других мероприятий. На пресс-конференции вопросов было много и разных. От того, с чем связано такое внимание прокуратуры в последнее время к городу Сочи, до того, какая обстановка сейчас в станице Кущевской. Однако красной нитью через все общение прошла тема обманутых дольщиков. Именно на расследовании этих резонансных дел прокуратура края сейчас уделяет особый упор. Также глава надзорного ведомства призвал кубанских журналистов не стесняться отправлять в свои публикации сюжеты о каких-либо несправедливых нарушениях напрямую. И пообещал, что ни один из них не останется без ответа. Ложная тревога в галерее заставила понервничать посетителей. Сигнализация сработала сегодня днем и свалилась как снег на голову. Люди бросились к выходу, а некоторых посетителей подняли на верхний этаж торгово-развлекательного центра. Но, как оказалось, паниковать не стоило. Наш корреспондент, оказавшийся на месте событий, узнал, почему прозвучали звуки сирены. На стойке информации мне еще раз пояснили о том, что эвакуация была ложная и все отменяется. Всем спасибо, все свободны и извините за предоставленные неудобства. На угнанной машине устроили ДТП. Полицейские Сочи задержали двух парней 18 и 19 лет. Они оба местные жители. В дежурной части центрального района города оказались после совместной прогулки. Сначала пешие, а потом на чужом автомобиле. – За что задержали? – За углом. Аминь. – У вас, скажите, по-другому, как это произошло? Что у вас было отречено? Что у вас там не надо слышать? – Мы за мной поднялись, вышли в домах. Мы не нашли открытую машину. – Ее машина открытая была? – Да. – А что умолят звуком? – Где вы? – Замок зажигания. – Ну, как вы его замели? – А, справа вы. Закончилась поездка аварийной парковкой в обнимку с деревом и бегством любителей приключений с места происшествия. Как выяснилось, открытая, прометчиво оставила машину у дома местная жительница. Вернулась, железного коня нет. Автоледи сразу же направилась в полицию. Легковушку с поврежденным кузовом нашли на обочине у дороги в соседнем поселке. Спустя два часа вычислили и молодых людей, которые позалились на чужое. Теперь они оба фигуранты уголовного дела и находятся под стражей. Максимальное наказание за угон – до 7 лет тюрьмы. Двухэтажный дом с мансардой площадью 150 квадратных метров в огне. Такое зрелище средь белой дня можно было наблюдать 18 декабря на улице Альпийской в Сочи. Сообщение о возгорании на пульт 01 местного пожарно-спасательного гарнизона поступило в 10 часов 19 минут. На место ЧП тут же были направлены 13 сотрудников личного состава и 4 единицы спецтехники. На дорогу у огнеборцев ушло примерно 10 минут. Более часа – на борьбу с пламенем. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. Причину пожара эксперты смогут определить только после проверки. Подробности о аварии в Тбилисском районе. 17 декабря в 9 утра там столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ с полуприцепом. Вот такой информацией поделились в ГИБДД края. По предварительным данным, правила нарушила 23-летняя автоледи. Она находилась за рулем ВАЗа. Превысила скорость и выехала навстречу, оказавшись на пути большегруза. Ошибка обернулась госпитализацией. На скорую в больницу с травмами с места происшествия увезли предполагаемую виновницу аварии, ее пассажирку которой 22 года. Все обстоятельства случившегося устанавливают автоинспекторы края. В нашей традиционной рубрике «Дорожные ситуации» – происшествия на Краснодарских перекрестках, которые попали в объективы камер наружного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы. Авария в центре Краснодара. На перекрестке улиц Красной и Северной столкнулись две иномарки. От силы удара одну из них отбросила на пару метров. Машина разве что чудом не зацепила автобус, который на тот момент уже начал движение. А вот на кольце 40 лет победы в плотном потоке машин растерялась автоледи. Она начала перестраиваться и врезалась в другую иномарку. Столкнулись на развороте. Авария произошла на пересечении Октябрьской и Советской. Столкновение не сильное, обошлось без пострадавших. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Смотрите нашу программу, но не становитесь ее героями. Будьте аккуратны. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова